В этот вечер мы помечтали, потом разделились по парам и задыхались от любви. И все это было на грандиозном сольнике Димы Билана, который с размахом прошел в Крокус Сити-Холле. Мы мечтатели, мы с тобой счастливы, разделяя небо на твои. Билеты разлетелись так быстро, что мы даже подумали с организатором, что надо было делать третий концерт. Дима, скажем честно, мы бы не отказались пойти и на третий концерт. Такое шоу нужно видеть не один раз. Нереальный свет, динамичные танцы, яркие спецэффекты, невероятные декорации. И вообще, зачем говорить? Вы сами смотрите. Дима очень постарался и сделал шоу мирового масштаба. Чего только стоят эти декорации. Ты мой океан, моя невыносимая, люблю тебя так сильно я. А мы любим тебя за твои песни и классные идеи. Вы только посмотрите на это невероятное выступление с хором. Сцена в виде пирамиды, которая во время некоторых номеров крутилась. Ну, все было по красоте. Вот эта пирамида майя, она действительно появилась абсолютно нативно, по-настоящему, природно, натурально. Поскольку я несколько, ну, возможно, месяцев, может быть, даже год крайний, прошел очень много всяких различных испытаний, о которых там не написано в газетах и все остальное. И у меня было некое соображение, что я спускаюсь в Голгоф в какой-то степени. И это еще не все. Певец выступал с высокой температурой. Да и все мы помним про его травмированную ногу. Но, кажется, любовь к зрителям сильнее. Конечно, было сложно мотаться туда-сюда. Тем более, еще имея бронхит, это серьезно. И температуру. Да. К сожалению, это случается. И обязательно перед концертами почему-то. К слову, артист продолжает усердно работать и готовит для слушателей дуэт с Мари Краймбери. Работа сделана наполовину. Выбрана аранжировка. Мари поправила пару слов в тексте. Вот. Мы его еще более присвоили к себе. Ну, осталось только записать. Мы все пытаемся совпасть в датах. И пока они с Мари пытаются найти свободную дату, Билан времени зря не теряет. И я прям включаюсь сейчас в студийную работу. Вот. Стараюсь убирать какие-то мероприятия, которые забирают много времени, но не несут развитие. И сейчас прям жду не дождусь и уже работаю над альбомом. Альбом – это уже интересно. Тем более, последняя сольная пластинка выходила аж в 20-м году. Поэтому ждем с нетерпением. ЖАРА НЮС ЖАРА НЮС Продолжение следует...